Вы не сказали о главном. В данной ситуации ни один белорусский солдат на Украине не воюет. Всем привет. Военная операция на Украине приковывает внимание общественности преимущественно к западному направлению российской внешней политики. Когда будет захвачен Киев? Какими будут новые санкции? И что там с ценами на газ в Европе? Иногда фокус смещается на Китае, чья промышленность должна волшебным образом заменить Россию и весь остальной мир. И в этой ситуации часто совсем без внимания остается положение дел в других странах постсоветского пространства. А ведь их украинский конфликт касается напрямую. Часть бывших республик СССР связаны с Россией членством в экономическом союзе. Другие же после событий 24 февраля неслабо так напряглись. А вдруг и у них зоркий глаз российского МИДа разглядит во власти нацистов? Так какой же была реакция соседей России на обострение ее политического конфликта с Западом? Откровенно говоря, неоднозначный. Прямо и открыто в поддержку России высказалась только Белоруссия, которая также стала прямым объектом санкционного давления. Остальные государства на голосовании в Ассамблее ООН 3 марта либо воздержались, как Казахстан, Армения и Киргизия, либо промолчали, как Азербайджан, Туркмения и Узбекистан, или же выступили с осуждением политики Москвы, в их числе, ожидаемо, Прибалтика и Молдавия. Этого союзника российский капитал утратил еще в 2009 году. Кроме голосования в ООН, представители этих государств уточняли свои позиции в комментариях прессе. Так Узбекистан высказался в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Киргизии Жапаров заявил, что маленькая республика не может повлиять на то, чтобы остановить войну, и поэтому должна придерживаться нейтральной позиции. Азербайджан настаивает на том, что конфликт должен быть решен мирно. Сложившаяся в Украине ситуация должна быть урегулирована мирным и дипломатическим путем в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе уважение суверенитета государств, территориальной целостности, нерушимости границ, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Азимов. В Грузии, у которой с Россией отсутствуют дипломатические отношения, на официальном уровне поддерживают Украину. Однако страна не присоединилась с санкциям против России. Президент Молдавии Санду осудила спецоперацию России на Украине, но также сказала, что Кишинев не намерен менять свой нейтральный статус и вступать в конфликт между Киевом и Москвой. Власти Армении и Азербайджана избегают публичных оценок ситуации на Украине на фоне урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Но Баку на второй день военной операции заявил о гуманитарной помощи Украине. Наконец, Казахстан удивил больше всех. 1 апреля помощник президента Такаева заявил, что государство будет соблюдать введенные против России ограничения и добавил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС. «Хотя мы входим в экономический союз России и Белоруссии, мы также являемся частью международного сообщества», заявил Тимур Сулейменов, первый заместитель руководителя администрации президента Такаева. Сам Такаев тоже был не слишком любезен по отношению к северному соседу. После начала спецоперации на Украине он заявил, что вопрос о признании ДНР и ЛНР на повестке дня не стоит и что худой мир лучше доброй ссоры. Правда, чуть позже позиция поменялась, и руководство Казахстана заявило, что оно вроде как не будет присоединяться к санкционному давлению на Россию. В общем, союзнички так себе. И можно было бы объяснить эти колебания, нерешительность, желанием не подставляться под удары Запада. Дескать, на словах пообещаем солидарность по изоляции России, а на деле продолжим с Москвой плодотворное сотрудничество и совместную работу, которая позволит преодолеть последствия санкционного давления. Но поводов для оптимизма немного. Интеграция на постсоветском пространстве уже давно буксует, и попытки некоторых республик политически отмежеваться от России выглядят вполне закономерно. Проект «Евразийская интеграция», стартовавший более 20 лет назад, на бумаге выглядел попыткой создать Евросоюз для постсоветских стран. Многие наимно считали его намерением Москвы возродить СССР. Однако промежуточный результат выглядит скорее провалом обоих стремлений. Общие слова политиков о достижениях наталкиваются на экономическую стагнацию, и стремление членов ЕАЭС защищать только свои, а не общие интересы. Сомнительные успехи объединения иллюстрируют и отсутствие желающих вступать в него. Стабильности в странах-участницах также достичь не удалось. В Киргизии прошло три революции. В Белоруссии и Казахстане беспрецедентные по масштабу протесты. А у Армении с новой силой разгорелся конфликт с Азербайджаном. С развитием рыночных отношений и их выходом на международный уровень многие государства пытаются упростить торговые и инвестиционные связи с соседями. Это называется региональной экономической интеграцией, и наука выделяет шесть ее форм. Первая – зона свободной торговли. Она подразумевает отмену тарифных и нетарифных ограничений для перемещения товаров внутри зоны при сохранении каждой страны-участницей собственной внешнеторговой политики по отношению к третьим странам. Второй, более глубокой формой интеграции является таможенный союз. Наряду с функциями зоны свободной торговли тут проводится единая внешнеторговая политика по отношению к третьим странам. Формируется единая таможенная граница. Следующая ступень интеграции – общий рынок. Здесь государства договариваются о беспрепятственном трансграничном перемещении факторов производства. В первую очередь, рабочей силы и капитала. Формируются наднациональные, законодательные, исполнительные и судебные структуры. Осуществляется унификация национальных законодательств. Еще более продвинутая форма интеграции – экономический союз. В этом случае государства-члены утрачивают часть экономического суверенитета, поскольку вынуждены проводить согласованную друг с другом фискальную и монетарную политику. Следующим шагом интеграции становится валютный союз, то есть учреждение единой валюты и единого центрального банка для всех стран. Высшей формой региональной интеграции является политический союз. Государства переходят к общей политике безопасности, единой структуре правосудия и внутренних дел, вводится единое гражданство. В истории известны лишь два примера такого объединения – СССР и, в некоторой степени, ЕС. Страны постсоветского пространства также шли по пути экономической интеграции в предшествующие годы. Так, девять государств входят в зону свободной торговли СНГ. С 2010 года пять из них объединены в таможенный союз. С тех пор, в 2012-м, он трансформировался в общий рынок – так называемое единое экономическое пространство, а в 2015 году был создан ЕАЭС – Евразийский экономический союз. В прессе и правительственных кругах стали вестись разговоры о будущей единой валюте и придумали разные причудливые названия – Алтын, Евраз, но к этому вопросу довольно быстро потеряли интерес. Нерешенные проблемы кризиса 2008 года, отсутствие экономического роста у постсоветских республик и общее движение мировой экономики по пути деглобализации заставили государство пересмотреть свою политику с ближайшими соседями. Так, переход к общей валюте фактически означает отказ от части экономического суверенитета, ведь манипуляции валютным курсом – один из более эффективных инструментов протекционизма, то есть политики, направленной на защиту интересов национального капитала. А в условиях обострения политической напряженности во всем мире к таким мерам прибегают все чаще. Рекомендую на эту тему наш старый ролик о кризисе глобализма. На сегодняшний день Евразийский экономический союз ЕАЭС объединяет пять государств с общим населением 184 миллиона человек и совокупным ВВП по итогам 2021 года в 2 триллиона долларов. Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия к настоящему времени представляют главный интеграционный проект на постсоветском пространстве. Однако знают о нем не только лишь все. В 2019 году опрос ЦИОМ показал, что только 12% россиян хорошо разбираются в том, что такое ЕАЭС. Еще 64% отвечали, что что-то слышали. Экономические успехи ЕАЭС не впечатляют граждан, входящих в него государств. Среди тех, кто знаком с устройством союза, уровень одобрения падает за счет роста числа тех, кому объединение безразлично. Причина – отсутствие каких-либо положительных изменений в жизни стран ЕАЭС. И это неудивительно. Несмотря на формально высокую, четвертую ступень интеграции, объединение происходит преимущественно на бумаге. Даже до унификации национальных законодательств страны не дошли, не говоря уже о проведении согласованной фискальной и монетарной политики. Контрсанкции, соглашения с Китаем, поддержка экспортеров слабым рублем – все это Россия делает сама, не спрашивая мнения своих союзников. Даже членство в ВТО Россия не согласовала с Белоруссией, которая в эту организацию не входит, что по факту означает грубое нарушение принципов таможенного союза, то есть единой внешней торговой политики по отношению к третьим странам. Про Крым и говорить нечего. Россия вряд ли советовалась с Белоруссией и Казахстаном во время присоединения Крыма. Ни один из партнеров объединения не признал вхождение полуострова в состав России. Однако все они пострадали в результате санкций, наложенных на Москву. Продуктовый эмбарго, который в одностороннем порядке ввела Москва, создала таможенный парадокс. Одна и та же продукция оказалась легальной на одной части единого рынка и нелегальной на другой. Этой ситуацией воспользовалась Белоруссия, резко нарастившая поставки запрещенной в России продукции – сыров, мясных продуктов, апельсинов, кокосов, мидий. А после введения России санкций против Украины, другие страны союза продолжили вести бизнес с украинскими компаниями. В отношениях с партнерами по ЕАЭС российский капитал продолжает рассматривать энергетику как ключевое геополитическое преимущество и делиться им не намерен. Так было и в начале интеграции, так продолжается и сейчас. Например, какие-либо разговоры о вступлении в ЕАЭС в Туркмении были невозможны на фоне споров по строительству транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря. Маршрут хотел использовать и Казахстан, чтобы пропустить свой газ в Европу через Азербайджан. Но Россия с прошлого века блокировала проект с помощью споров по статусу Каспия. Настаивала она, что характерно, на экологических проблемах. Противоречие удалось снять только в 2018 году, когда Москва уже активно эксплуатировала Северный поток и строила его дублер. «Газпром», российский экспортный монополист, активно подчиняет себе бизнес-соседей, владея газовой инфраструктурой трех партнеров по ЕАЭС. Белоруссии на фоне газовой войны второй половины 2000-х годов пришлось продать «Белтрансгаз». За поставки газа в Армению отвечает «Газпром Армения». А «Кыргызгаз» был куплен «Газпромом» в 2014 году за символическую цену в 1 доллар США. Причем стоимость топлива для населения и предприятий определяет российская компания. Кризис из-за пандемии коронавируса не стал поводом для их снижения. Транзитные поставки нефти и газа через российскую инфраструктуру «Газпром» запрещает. Казахстан не раз выражал готовность поставлять газ Украине, но разрешение воспользоваться трубопроводом так и не получил. Более того, весной 2020 года и в Минске жаловались, что Россия не дает использовать нефтепроводы для поставок из Казахстана. Кстати, само желание таких закупок у Белоруссии появилось на фоне налогового маневра, который стал очень выгодным шагом для российских нефтегазовых компаний. Смысл его заключался в том, чтобы постепенно снижать размер экспортной пошлины на нефтегаз, увеличивая при этом размер налога на добычу полезных ископаемых. Полностью отменить этот таможенный барьер предполагается к 2024 году. Формально этот шаг объясняется двумя задачами. Первая – стимулирует развитие российской нефтепереработки, которая благодаря пошлинам получает сырье по более низким ценам, чем иностранные конкуренты. Выравнивание цен должно заставить отрасль обновить производственные мощности и повысить эффективность производства. Вторая задача – надавить на соседей по Евразийскому экономическому союзу, в особенности на Белоруссию, которая благодаря беспошлой торговле с Россией получает нек дешевле европейских стран. На возмущение Белоруссии ответили, что изменить ситуацию с энергоресурсами можно будет разве что с помощью более глубокой интеграции, то есть, читай, добровольной передачи российскому капиталу всех наиболее привлекательных активов в белорусской экономике. Несмотря на то, что к 2025 году ожидается образование единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве ЕАЭС, все еще не достигнут консенсус в отношении ценообразования по газу. Беларусь и Армения считают цену слишком высокой и предлагают переход к единому внутрисоюзному тарифу, близкому к внутрироссийской цене, что российскому бизнесу, конечно, невыгодно. Растущее неравенство и очевидное неравноправие участников ЕАЭС вызвано не только тем, что экономика РФ существенно превосходит потенциал своих соседей. Все содержание постсоветской интеграции зиждется над традиционных капиталистических принципов неэквивалентного обмена, когда ядро региональной экономической системы включает в орбиту своего влияния периферийные экономики для эксплуатации их ресурсов и расширения собственных рынков сбыта. Фактически российский капитал в отношениях с соседями воспроизводит те формы зависимого развития, в которые сам включен уже в роли периферии западного мира. В этом выражается сущность полупериферийного российского капитализма. Так Россия активно использует дешевую рабочую силу соседей, вытягивая из их экономик наиболее ценные кадры. Из Белоруссии, например, на заработки в РФ выехало около миллиона человек, почти четверть трудоспособного населения. Киргизия также стала постоянным поставщиком работников такси, торговли и сферы ЖКХ. Беспошленная торговля позволяет России на привилегированных условиях сбывать товары машиностроения, химической промышленности, металлургии в союзные страны, а беспошлиный импорт сельскохозяйственной продукции насыщает рынок России мясомолочными продуктами, производства которых внутри страны недостаточно для удовлетворения платежеспособного спроса. Кроме того, белорусское машиностроение является постоянным поставщиком сельскохозяйственной техники для российских аграриев. Мало того, что их ввоз не облагается пошлинами, так еще белорусы продают нам тракторы и комбайны за российские рубли. Торговля внутри ЕАЭС ведется преимущественно в российской валюте, и российским импортерам не надо покупать доллары по искусственно завышенному властями курсу. В целом это означает, что Россия, по примеру США, может отчасти перекладывать бремя собственного кризиса на соседей, обменивая необеспеченный рубль на реальные товары, поставляемые в стран ЕАЭС. Неудивительно, что углубление постсоветской интеграции не привело к значительному росту экономик российских союзников. Наоборот, во всех странах, кроме Армении, продолжал сокращаться ВВП на душу населения относительно России. Если в 2000 году у Киргизии этот показатель составлял 27%, то к 2020 году упал до 16%. Казахстан и вовсе ранее опережал Россию на 20%, а теперь отстает на 11%. Экономическая стагнация провоцирует политическую напряженность. И вот уже Казахстан демонстративно отказывается от кириллического алфавита, переходя на латиницу. Русофобия все увереннее поднимает голову в Киргизии, а армянские власти уже не скрывают своих симпатик ЕАЭС, регулярно проводя встречи на высоком уровне с европейскими политиками, на которых поднимаются лозунги единого курса. А премьер Армении Пашинян еще в 2018 году говорил, что Россию нельзя считать истинным гарантом безопасности его страны. Короче говоря, проект объединения стран на постсоветском пространстве зашел в тупик. В отличие от социалистической интеграции в составе СССР, где на государственном уровне была поставлена задача выравнивания республиканских экономик, их сбалансированный и пропорциональный рост на основе единого народохозяйственного плана, тут все наоборот. Неэквивалентные отношения между региональным центром и примыкающей к нему периферии, которая выступает кормовой базой для капитала страны-лидера, приводят к росту неравенства и зависимости слабого от сильного. Ни о каком истинном союзничестве речи здесь идти не может. Вопрос лишь в том, кому готова продаться компрадорская буржуазия периферии. И если отношения с прежним гегемоном перестают быть достаточно привлекательными, сам он теряет силу и способность оберегать свою кормовую базу, вчерашние друзья быстро разбегаются. Молдавия, Украина, Грузия, Армения сближаются с Европой, Азербайджан с Турцией, Казахстан дрейфует в сторону Китая, а республики Средней Азии все чаще предпочитают продавать рабочую силу Южной Корее, Индонезии и Сингапуру. И чем сильнее будет нарастать эта центробежная сила, тем большими издержками российскому капиталу будут обходиться попытки удержать этих друзей в своих объятиях.